здравствуйте сегодня мы с вами поговорим о том как обрабатывать поступающие к вам заявки лиды сразу отметим что лиды могут поступать к вам например с вашего сайта а также вполне могут появиться у вас по результатам участия в семинарах выставках и конференциях если вы хотите продавать больше вам предстоит научиться общаться с клиентами и уметь обходить все возражения которые у них могут быть правил у такого общения не так много скорость между заявкой клиента на обратный звонок и вашей реакции должно пройти не более пяти минут иначе про вас просто забудут или обратятся к тем кто быстрее формат диалога ваше общение не должно быть монологом продавца диалог с клиентом гораздо продуктивнее вежливость вы продавец вы чего-то хотите от клиента так что никакая грубость или даже просто намек на нее недопустимы правило это важно и без их соблюдения ваш предстоящий разговор становится бессмысленным однако не менее важно заранее подготовиться к общению с клиентом разработать структуру разговора или call скрипт рассмотрим его детально представьтесь и назовите причину звонка используйте и фамилию и имя и должность и название компании так вы наглядно продемонстрируете клиенту что скрывать вам нечего и вы официальный представитель своей фирмы представляясь не спешите чтобы ваш собеседник успел вникнуть в услышанное вовлекайте его в диалог привлекайте собеседнику к участию в разговоре не позволяйте ему постоянно молчать и просто слушать вас здравствуйте меня зовут копысова мая я менеджер по продажам компании сайта дел могу я услышать антона далее следует реакция собеседника что-то типа да я антон слушаю вас антон вы оставили заявку на консультацию по созданию сайта на нашем ресурсе сайт отдел . нет правильно я понимаю займитесь выяснением подробностей заказа задавайте уточняющие вопросы используя те сведения которые были даны при заполнении заявки не нажимайте раз клиент обратился значит он уже расположен контакту с вами антон если я все правильно поняла вы хотите заказать разработку сайта для клуба любителей автогона скажите пожалуйста нужны ли вам дополнительные услуги по наполнению сайта контентом или вы планируете заниматься этим самостоятельно подведите итог краткое резюме все что нужно на этой стадии вы кратко излагаете все пожелания клиента интересуетесь правильно ли вы все поняли смотрите что у нас получается вы хотите заказать полный комплекс услуг по разработке созданию наполнений запуска сайта для клуба любителей автогона информацию о вашем клубе вы предоставите примеры сайтов которых вам нравится оформление я записала я вас правильно поняла завершайте сделку либо приступайте к работе с возражениями после подведения итогов самое время задать вопрос все ли устраивает вашего собеседника или требуется разрешить какие-то его сомнения антон все условия мы обсудили оформляем договор или вас еще что-то смущает если клиент совсем согласен то переходите к завершению а если ему что-то не нравится начинайте работать с возражениями как с ними работать для этого существует немало методов подробно рассмотрим несколько из них да но здесь вы вроде бы соглашаете с клиентом но на самом деле переводите недостаток в достоинство у вас дорого да но стоимость наших услуг оправдывать себя уже при запуске сайта качество нашего уровня очень сложно найти за меньшие деньги вы долго делаете да но за счет этого ваш сайт будет тщательно проработан со всех точек зрения над отличным результатом стоит потрудиться именно поэтому здесь вы вроде бы идете навстречу с пониманием относитесь к возражению и одновременно приводите встречный аргумент я подумаю именно поэтому мне хотелось бы прояснить все сейчас чтобы сберечь в ваше время что вас смущает у вас дорого именно поэтому мы предлагаем поэтапную оплату вы убедитесь что качество наших услуг стоят этих денег давайте сравним идеально для споров о стоимости ваша задача здесь показать качественную разницу между вашими услугами и тем что дешевле у вас слишком дорого я вчера общался со специалистами которые предлагают услуги дешевле давайте сравним те у кого дешевле давно на рынке можете ли вы быть уверены в их ответственности много ли у них клиентов а сколько завершенных проектов насколько серьезные сайты которые они занимались ранее что именно у них включено в цену которую вы называете более дешевой давайте посмотрим на это иначе хороший вариант для ответа на претензии о высокой цене разделите стоимость ваших услуг на выгоду которую получает ваш собеседник так польза станет очевидной и цена перестанет казаться клиенту непомерной у вас слишком дорого давайте посмотрим на это иначе хорошо сделанный продуманный и отлично выглядящий сайт прослужит вам не один день и привлечет немало клиентов минимум три года вам не придется тратиться на новый интернет-ресурс а скорее всего и больше так что оплата наших услуг это ваше капиталовложение на три года если бы все было так как вы говорите усильте впечатление которое клиент хотел произвести своим возражением доведите ситуацию до абсурда чтобы наглядно показать нереальность упрека у вас ужасно дорого если бы у нас на самом деле было дорого так считал бы каждый на из наших собеседников у нас совсем не было бы клиентов и мы не продержались бы на рынке и полугода а между тем наша компания существует уже седьмой год а у вас было такое сошлитесь на прошлое своего собеседника приведите пример то что наверняка было в жизни каждого человека у вас слишком дорого а у вас было такое что вы покупали какую-то дешевую вещь она быстро ломалась расстраивала и все равно приходилось покупать более дорогой аналог скажите вам не жалко тех денег что вы отдали за дешевое крайне неудачное приобретение далее можно провести параллель с нынешней ситуации наглядно доказать выгоду клиента при сотрудничестве с более дорогой командой то есть с вами а вот недавно у нас был случай этот метод нужен для того чтобы вселить собеседника уверенность в ваших силах вы должны рассказать слушателю о более сложных заданиях и заказа чем тот что обсуждается между вами сейчас тогда собеседник не будет сомневаться в вашей квалификации мы предъявляем повышенные требования к исполнителю у нас недавно был случай с довольно специфическими требованиями заказчику нужен был дизайнер высокой квалификации для создания сайта небольшой компании металлургического профиля нужно было сделать сайт который не только бы привлекал внимание случайного посетителя но и помогал ответить на любой вопрос по компании ее деятельности специалистам нужно было проявить свои знания не только в области своей квалификации но и в металлургии и металлообработки плюс ко всему структура сайта была не из простых мы справились на отлично клиенты остались очень довольны и рекомендовали нас своим партнером эти приемы обязательно пригодятся вам в организации продаж а мы пока подведем небольшой ток по работе следами как правило если вы не ленились на тематическом семинаре конференции активно участвовали в общении на выставке то смогли накопить немало полезных и интересных контактов что дальше а дальше действуем по такой схеме звоним не откладывайте лиды в долгий ящик начинайте прозвон пока помните все что происходило на семинаре или конференции неделю спустя вы не вспомните что значит запись николай сайт отличные условия и номер телефона рядом спрашиваем обязательно выясняем потребности собеседника если изначально не обладаете такой информацией только зная что нужно клиенту вы сможете предложить решение проблемы к обоюдной выгоде обрабатываем возражения можете сделать это и по телефону и во время встречи если предпочитаете глядеть собеседнику в глаза то назначайте встречу если достаточно голоса в трубке действуйте на расстоянии завершаем сделку доводите дело до конца старайтесь всегда дожать контакт до результата не действует один метод применяйте второй третий четвертый не останавливайтесь услышав отказ в ответ на первую попытку мы с вами сейчас довольно подробно рассмотрели 7 вполне универсальных методов работы с возражениями в процессе обработки лидов разумеется это не все что вы можете использовать будьте изобретательны находите новые подходы тренируйте свой колл скрипт и повышайте уровень продаж